Итак, это технический и фундаментальный обзор автомобильного сектора на ближайший экономический цикл. Я бы хотел в данном видео указать один очень важный фактор, от которого будут в выигрыше компании электросетевого формата, а также то, на что давит сейчас, скажем так, все больше и больше экономическая, экологическая рентабельность на автопром. Хотел бы я сейчас в начале этого видео обозреть полностью автомобильный сектор, а также потом перейти плавно к обзору компании BMW. Почему? Потому что вчера вот вышла эта новость. BMW выпустит серию из 9 новых электрокаров к 30-му году. И у некоторых читателей появились по BMW вопросы. Сейчас будем их разбирать. Хотел бы начать сразу с компании Россети и влияния их политики на российский электросетевой сектор. Я напомню еще раз то, что сейчас абсолютно весь электросетевой сектор, он недооценен. Я об этом говорил и год назад, говорю и сейчас, и буду говорить до тех пор, пока он не оценится справедливо. И вот, к примеру, я эту новость публиковал еще 22 июля. И в чем суть? Россети создадут экосистему для электротранспорта. То есть будут зарядные устройства для электротранспорта, и они сам привычны частью городского пейзажа во многих странах. Вместе со специальными парковочными местами, правом использовать выделенную полосу и другими преференциями, это во многом послужило бум популярности электромобилей в мире. О развитии инфраструктуры для электротранспорта и новых сервисов компаний в этой области рассказывал один из, скажем так, топ-менеджеров данной компании. Это Россети. И в чем суть? На самом деле, если брать ситуацию, которая связана внутри Российской Федерации, мы можем утверждать одно, что в основном мегаполисы переполнены людьми. Ну, то есть города-миллионники. Москва, Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск и прочие другие города, вплоть даже до Владивостока. Такие вот миллионники. И в чем суть? Такие, знаете, даже региональные центры. И суть в том, что вот именно в этих региональных центрах и будут развивать электротранспорт. Все начинается с Москвы. Москва уже перестроилась на пути развития электросетевого сектора. Ну, например, в Москве убрали троллейбусы. Вместо них будут кататься электробусы. В Москве делают огромный акцент на электротранспорт. И вот Москва, она является неким, скажем так, естественным мордором, да, из мордора которого идет тренд уже на все остальные регионы. Это еще было и во времена Царской России, во времена Советского Союза и вот сейчас, во времена новых русских. Поэтому и электросетевой транспорт, он в РФ будет развиваться. То есть Россети, они будут, скажем так, доминирующим звеном в этой цепочке развития. А также еще ставочку будут делать на то, чтобы давали толчок в развитии именно компании с возобновляемыми сучками энергетики. В РФ тоже такие компании есть, но про них поговорим, наверное, в другом видео. В этом я, наверное, не стану говорить. Вот. И если сейчас посмотреть уже на дальнейшую значимость тренда в автопроме, а именно то, что сейчас тренд уже задается на электросетевой транспорт, электрификация будет полноценная. То есть важно учитывать то, что европейцы и американцы, они говорят то, что от углеводорода надо избавляться к 2050 году. В том-то и прикол, то что да, избавиться-избавиться, но не в полной мере. Об этом почитайте нашу статью. Публиковали мы ее сегодня, 8 сентября, в 9.52. То есть вот просто фундаментальная аналитика нефтеперерабатывающего сектора, нефтегаза и прочего. Что будет актуально? И пятое, и десятое. Поэтому спрос на углеводород, он как пока был, так и будет в ближайшие лет 20, это точно. А потом уже как... Посмотрим, как будет развиваться абсолютно в полной мере энергетический сектор. Потому что все идет к тому, что будут реформы. Жесткие реформы, то есть в этом секторе. То есть углеводород однажды он уйдет на второй план. На первом плане будет электрификация стоять. Особенно в городах-миллионниках. На такую же ставку в принципе и китайцы делают. Но это опять же не в текущее период времени, но а в перспективу. Поэтому вот, к примеру, взять в обозрение компанию BMW, к которой мы сейчас плавно перейдем. И вот, собственно, сейчас переходим к обзору BMW. И вот, как предисловие, скажу то, что... Ну, те, кто смотрит наш канал, читает наш канал, пытаются мне внушить то, что это нерентабельно будет в будущем. Господа, оно нерентабельно сейчас. Потому что кто у нас основной, пока что, монополист данной отрасли? Это Tesla. Вы должны понимать, что чем дальше человечество идет в своем прогрессе, а оно прогрессирует, да? Чем будет эффективнее и сильнее реформа в энергетическом секторе, тем будет сильнее и обширнее конкурентная нагрузка в автопроме. Потому что будут людей пересаживать на электротранспорт, электромобили те же самые. Tesla это лишь начало всего того, что будет в будущем. Потому что в дальнейшем, да, сейчас автомобили то же самое и Tesla, и по 5, и по 10 миллионов рублей, да? Это соответственно, да. Но чем будет обширнее конкуренция, сейчас BMW уже заявили, между прочим, да? И даже наш проклятый АвтоВАЗ об этом тоже недавно заявлял. Хоть они никакой роли в глобальном рынке не играют, да, но просто как вот для сравнения. То есть Nissan, те же самые, к примеру, электромобилями начали заниматься другие компании, там, корейские, китайские, в свою очередь, японцы. То есть все к этому и идет. И чем будет обширнее конкуренция, тем будут цены ниже, ниже и ниже на этот продукт, а это электромобили. Вот этот рыночный фактор вы должны понимать перед тем, как говорить, что я в чем-то не прав. Потому что в данной ситуации я считаю, что я прав. Потому что я смотрю стратегически на эту систематизацию процессов. Оно рано или поздно к этому придет. Поэтому сейчас необходимо, я все равно убежден в одном, что делать ставку на электросетевой сектор, даже те же самые, например, из российского рынка, ну, как вариант присматривать компании НЛ Россия и Россети, в первую очередь. Преимущественно они. Просто пока там еще цены не подошли к интересным значениям, да, но эти акции, они все равно фундаментально находятся на дне своем. То есть дно. Потому что они раньше стоили намного дороже, чем стоит сейчас. И тут надо учитывать еще цикличность данных процессов. В один цикл они росли, в другой цикл падали. То есть сейчас они будут, наоборот, расти в новом экономическом цикле. Потому что это будет цикл энергетиков в первую очередь. Нефть, газ, электросети, металлургия и все прочее. Агросектор, металлургия, пятое и десятое. Давай теперь перейдем к БМВ, да, рассмотрим фундаментально. Кстати говоря, теперь начались торги на СПБ бирже, Санкт-Петербургской бирже, европейскими акциями. Вот тоже пока там пять компаний появилось, я смотрел. Но скоро там будет целый перечень из голубых фишек. Там второй, третий эшелон. Кому что будет удобно, интересно, те будут это рассматривать. Цена прибыль. Пи 12,8 пункта. Среднерыночный 22 пункта. Пиноби 0,7 пункта. Цена баланса среднерыночный 1,8 пункта. То есть цена на акцию недооценена. Далее. Имеется прогноз по дальнейшему росту выручки чистой прибыли. Она будет наращиваться. То есть только в течение данного кризиса, да, и последние несколько лет цена падала. Вот. Это отображается на компании как конкурентная нагрузка. Но тут есть смотреть на, имеется в виду, более долгосрочную дистанцию времени. Отбивать все вот эти просадки по прибыли именно будто электрокары. В любом случае. То есть чем будет больше конкуренции в рынке, тем товар будет стоить намного дешевле. И все производные продукты в том числе. Тем более по BMW в текущем кризисе 2020 года вышло новость о том, что они намерены сократить более 6 тысяч сотрудников. Но это естественно, чтобы сохранить свои возможные денежные потоки внутри компании. А не платить направо-налево. Всем. Но потом, соответственно, рабочие места будут увеличиваться по мере выхода Европы из кризиса. При этом важно что-то вот то, что в текущий период времени, да и наверное в ближайшие года полтора, по автомобильному сектору я не думаю, что стоит ожидать какого-то прям дикого сильного восстановления. Не я прям вот авось давай восстановимся вместе, да нет. Умеренного понемногу, по чуть-чуть. Но потом все равно прибыли этих компаний будут наращиваться в любом случае. Потому что самое важное то, что сейчас производство BMW автопрома, да, оно уже возобновлено. Даже в период кризиса. Ну и опять же, в связи с пандемией, повторяюсь, спрос на автомобили вообще во всем мировом автосекторе, они упали. Ну были самоизоляции и прочее, поэтому тут выручка тоже припала, да и чисто прибыль в свою очередь тоже. Ну важно помнить то, что BMW, они поставляют автомобили на весь мир. США, Европа, Россия, ну короче, Ближний Восток, Азия, африканские страны, Латинская Америка и прочее. Короче, экспорт во всем мире осуществляется. То есть диверсификация по рынкам у нее очень существенная. Далее, долговая нагрузка компании находится над балансовой стоимостью. Соответственно, она идет на убыль постепенно, да, но... То есть с полученных средств компания тратит деньги, в первую очередь, на погашенные своих обязанностей. Банковских суд. Суд-ды. Не суд, а суд-ды. Банк с кредитами имеется в виду, а то сейчас подумайте, мол, кто суд. Суд-ды. Банковское суд, да. Вот. И на погашение облигаций компании, которые держат именно корпоративные инвесторы. Миноритарии, мажоритарии и прочее. То есть все идет к этому. На снижение долговой нагрузки. При этом продажи компании не в будущем только, наоборот, будут наращиваться. Потому что компания занимается также производными продажами, ну, короче, кросс-продажами. Что также и приносит определенную прибыль. Далее дивидендная доходность компании равна в среднем, да, в среднем это 5-6% годовых. Ну, вот сейчас, естественно, был кризис. В следующем году дивидендная доходность будет примерно даже 2%. Но в будущем будет наращиваться путем роста прибыли, так или иначе. Вот. И даже в 2019 году BMW, они оповестили о том, что с 2021 по 2025 годы ожидают двоение спроса на электромобили. То есть на их продажи. Ну, в том числе на автомобиле, по факту, с гибридными двигателями. Сейчас, естественно, ударил кризис, поэтому придется немного повременить. Но в перспективе все равно рост выручки, чисто прибылью будет в этой компании. Вот. И сейчас BMW тоже имеется определенный рост производственных расходов. Почему, господа? Потому что компания перестраивается на новые рельсы развития. Потому что готовит заводы к выпуску гибридных гибридов и электромобилей. Что, по факту, вынуждается сокращать затраты в других ее сферах. То есть рынок уже свое дело делает и ставит BMW раком. И говорит, мол, не будете перестраиваться. Блин, с рынка нафиг вылетите. Ну вот, надо перестраиваться. В итоге, господа, данное видео я не хочу делать длинным. Сорекомендное видео только смотрят в виде обучающего формата. Но скажу так, то, что будущее все равно остается именно за электрофикацией, за энергетиками. Важно помнить то, что, господа, вот самая ключевая фраза. Надо помнить то, что Европа, Америка и азиатские регионы к 50-му году от углеводорода будут отходить. И вот до этого момента времени, даже мы через лет 10 увидим именно толчок в развитии сетевого сектора и энергетического в своей мере. То есть возобновляясь с точки энергетики. Сейчас просто многие говорят, что этим занимаются только гики, фанатики своего дела. Но, господа, не стоит развитие на месте. Блин, если бы развитие на месте стоял, мы сейчас жили бы еще в каменном веке. Там ходили бы друг к другу дубинки, в задницу ссували бы себе и все. Не более. Или там мочили бы друг друга. Но развитие идет, понимаете, потенциал растет всей этой деятельности. Поэтому, к примеру, я сейчас и наша редакция, мы четко смотрим за Россетями. Потому что они будут электрификацию делать по всей стране, по всем миллионникам. Вот, к примеру, мы смотрим на Россетей акции привилегированные. Вот в чем суть ее, этой акции? Мы знаем, что она будет стоить дороже. Дороже, да. Даже с учетом, условно говоря, будущих доп. эмиссий, учитывая, что это компания государственная. И учитывая то, что государство говорил, что с 2022 года будет доп. эмиссия по госкомпаниям. Даже в этом факторе по барабану. Почему? Потому что в перспективе дальнейших 5-10 лет она не будет стоить 2 рубля. Про Россетей акции привилегированные. Она будет стоить дороже путем роста. Повторяюсь. То есть выручки с ее основной деятельностью, то есть базовой выручки, это преимущественно. То есть потребление энергии, электроэнергии, будет все равно расти. Это надо помнить. Даже в такой стране, как Российская Федерация, в которую мало кто, в принципе, верит. Потому что гики гиками, да, но как раз эти гики и задали вот в 80-е, 90-е сам тренд к размышлению об электрификации вообще всего, что есть на планете. А вот что-то то, что сейчас время-то прошло 30 лет, да, и сейчас уже заговорились, что все углеводороды, это проблема для природы. То, что европейцы говорят, там, американцы то же самое, поддерживают систематизацию. В Китае, в принципе, то же самое. Там, например, даже в Китае, в Пекине, я знаю, опять же, из первых уст. Те, кто жил там, из моих товарищей. И одну важную информацию, то, что если там автомобиль у тебя бензиновый, то ты катаешься по расписанию. Устанно говоря, в понедельник поехал, а во вторник там не катаешься. Если у тебя автомобиль сетевой, электрифицированный, то в любое время, в любое место, куда хочешь, туда и вали. Да? Ну, там потому что загрязнение, там воздух вообще отвратный. Там дымка капецкая стоит. Вот поэтому данный фактор тоже надо учитывать. Потому что основными потребителями будут, в свою очередь, если говорить по мировому автопрому, да, опять же, возвращаясь к теме BMW, там, Nissan, то, что мы Tesla даже в перспективе. Основные потребители будут именно азиаты. Потому что азиаты это самое большое, по факту, у них было грандиозное совокупление за последние 100-200 лет, да. И надо помнить то, что в азиатский сектор, то есть в азиатский регион, будут перетекать именно финансовые институты в будущем. В ближайшем, уже в новом экономическом цикле. Вот. В связи с чем, там и рабочие места тоже будут наращиваться, так или иначе. Потому что прогресс даже и у них не стоит. Так сказать, там власти все равно задумываются о том, как бы эффективнее вести трудовую политику. Вот. А что касается России, Россети, именно Россети. Просто напомню еще раз, что в Россетях акции привилегированы, да, там платят неплохие, в принципе, дивиденды. Потому что это все-таки превка и акцент по дивидендам стоит именно на нее. Но имеется, повторяюсь, гэп на уровне 1 рубль 71 копеек. Вот его нужно закрыть. И вот примерно вот на этом уровне, да, мы будем ее подбирать, наши редакции. То есть я и товарищи с кем работаем. Вот именно на этом уровне надо будет ее подбирать постепенно. И опять же, господа, подбирать именно на перспективу, на дистанцию времени. То же самое, что, к примеру, если вас интересуют такие автопром-компании, да, типа BMW и прочее, то же есть подбирать, но на очень длительную дистанцию времени. Просто если посмотреть на технический анализ, да, опять же, намеченный график, к примеру, BMW, да, да, имеется нисходящий тренд. То есть вот, нисходящий тупо тренд сейчас. Опять же, тренд с целью на уровень 30 долларов, потому что находится тоже основная поддержка, да, 2008-2009 годов. Вот, поэтому, если брать, повторяюсь, то брать, опять же, лестенько и на более длительную дистанцию времени. Она торгуется в евро. То есть она 162 евро, 86 евроцентов. То есть стратегически пока она все равно смотрит на эти более ниже стоящие уровни. Но опять же, если говорить фундаментально, по росту прибыли, росту выручки, росту дивидендных выплат, капитализация будет только наращиваться. Так или иначе. Поэтому, если говорить по европейскому сектору, то BMW самый раз. Опять же, только на долгосрочную дистанцию времени. На бреши лет 5-10. Ну и, как говорится, без фанатизма, да, то есть не все там бабки вкладывают в это BMW, да, не все деньги, а вот определенную сумму, опять же. Там, не знаю, 5% от капитала, условно говоря. Ну и, повторяюсь, быть готовым к просадке до уровня 30 долларов, вот до этого уровня поддержки самого железобетонного. Потому что, так или иначе, сейчас именно автопром еще не восстановился, да, потому что продажи еще не столь существенные, именно со стороны данной компании, да и вообще со стороны европейского автомобильного сектора. Восстановление будет только ближе к 2022 году. Так что нужно быть просто к этому готовым. В принципе, на этом все. Думаю, спрос удовлетворил, и всем все понятно по данной компании, кто меня ранее спрашивал. Подписывайтесь на канал. Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций, облигаций технически фундаментальной, а также торговые идеи, которые рекомендациями не являются, но поиска в качестве технического анализа на телеграм-канале Биржевик, ссылка на него сейчас всплыла, а также во ВКонтакт группе Биржевик, ссылка на него сейчас тоже всплыла. У нас также имеется телеграм-канал Биржевик, банки. Там поиска новости про банковский сектор, аналитика, обозрение и прочее, что связано с финансами. А также новый телеграм-канал Биржевик, облигации. Там поиска новости, аналитика, обозрение, отчеты именно про долговой российский рынок. Новости про ОФЗ, корпоративные облигации, евробонды и прочее, что связано с долговым рынком, то есть рынком облигаций. То, что необходимо знать и быть в курсе именно консервативному инвестору. Помните, что мы все обречены на прибыль Лишь время и грамотные стратеги Наши главные союзники На этом все Благодарю за внимание и до свидания